Восемь дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и два с пострадавшими, одно из которых произошло на аварийно-опасном перекрестке. На пересечении улиц Зерновой Арзамаской столкнулись две иномарки. Водитель одного из автомобилей ехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель от машины Худай Солярис получил телесное повреждение в виде ушиба грудной клетки, а водитель Ренос Андера получил телесное повреждение в виде также ушиба грудной клетки и ушиба мягких тканей. Однако прибывшие на место аварии медики констатировали, что водителям госпитализации не требуется. В ближайшее время автомобилистам и сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах аварии, при том, что один водитель двигался на желтый, а другой на красный свет. Если водитель при включении желтого сигнал светофора не может остановиться, не прибегнув к экстренному торможению, ему разрешается продолжить дальнейшее движение. А вот тот, который ехал по Зерновой, там чисто красный свет. Камеры городского видеонаблюдения зафиксировали нарушение правил со стороны водителя маршрутки на перекрестке Зерновой-Московской. Он пересек сплошную, выехал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора. По результатам инцидента составлено два акта об административном правонарушении. Это будет неповадно ему и всем остальным, потому как мы провели работу не только с ним, но и с собственником данной маршрутки. Вот с собственником данной маршрутки руководитель этого автотранспортного предприятия провел профилактическую беседу со всеми еще раз водителями. На этой неделе стражи дорог проведут профилактическую операцию «Дебитор», в ходе которой проверят уклонистов от уплаты административных штрафов. Далее Цапорыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.